Во всей стране завершился прием заявлений для участия в предварительном голосовании «Единая Россия». В Севастополе документы подали 173 человека. В итоге из этого числа жители города выберут 32 кандидатов, которые будут представлять партию власти на выборах в законодательное собрание Севастополя. Одно из обязательных условий участия в процедуре предварительного голосования для кандидатов – запись двух роликов видеопрезентации. Богимов Дмитрий Игоревич, коренной севастополец, родился в нашем славном городе в 1976 году. Первый ролик – это короткий рассказ о себе. Главный вопрос, на который должен ответить человек во втором видеоматериале – чем его деятельность может быть полезна севастопольцам. Занимаюсь много лет программами по развитию физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни в Севастополе. Хотел бы дальше при поддержке партии развивать эти проекты. Многие кандидаты свои видеопрезентации уже записали, но есть и такие, которым для этого требуется небольшая помощь. Время сделать видеоролики и загрузить их на сайт еще есть. Это можно сделать до 14 мая. А помогают в этом профессиональные работники телевидения. Нужно понимать, что не все участники предварительного голосования, они прирожденные ораторы, они не каждый день записывают ролики, которые нужно загрузить в анкету. Поэтому я здесь, чтобы помочь моим коллегам сделать вот этот про себя презентационный набор. Человек может за кадром говорить и, в общем, излагать понятно, доходчиво свои мысли. Как только загорается красная лампочка, сразу начинается страх, мандраж и так далее. И я вижу, как вообще люди раскрываются, потому что, в принципе, работа политика любого – это в том числе публичные выступления. Поэтому это вот такой маленький шажок в сторону общения с людьми, скажем так. Александр Назаров тоже участник предварительного голосования. Подавал документы еще в апреле. Говорит, необходимо привлекать внимание людей к процедуре предварительного голосования. Показывать, что попробовать себя в политике может любой человек, неравнодушный к судьбе Севастополя. А в том, чтобы подготовить видеоролик, нет ничего сложного. Это про демократичность процедуры. То есть, в принципе, обращение к тем людям, которых ты просишь поддержать тебя, вот оно делается сейчас просто ставишь телефон и записываешь, да, и все. «Единая Россия» – единственная политическая партия в стране, которая отбирает кандидатов в депутаты всех уровней открытым всенародным предварительным голосованием. Партия предоставляет избирателям право самим сформировать список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах. Уровень народной поддержки ККС определяет предварительное голосование. Открытое предварительное голосование пройдет на сайте pg.er.ru с 20 по 26 мая. Что касается нашего города, выбрать понравившегося кандидата могут севастопольцы, достигшие 18 лет, предварительно зарегистрировавшись в качестве избирателей. Сделать это можно уже сейчас на сайте pg.er.ru. Регистрация избирателей будет идти до 24 мая. Святослав Данилов, Михаил Волобуев, Новости Севастополя.